Всем привет! Немножко припоздала я в этом месяце с пустыми баночками, но тем не менее, опять накопился огромный мешок, поэтому буду снимать в двух частях. Ладно, начнем. Немножко бытовой химии. Хотела показать такой кондиционер для белья. Это из магазина Лента. 365 дней их. Это фирма или как ее там назвать. Мне очень нравится этот кондиционер. Для меня он подходит, потому что я не люблю эти всякие леноры, которые имеют сильно выраженный запах. Я не люблю, чтобы от белья сильно пахло, потому что я аллергик. Мне это бывает неприятно, в общем, для моего носа. Вот это вот кондиционер. Это у меня свежесть утра была. 1 литр. Нормальный кондиционер. Стоит он, кстати, дешевле, чем фикс-прайсовские кондиционеры. Эта бутылка где-то около 35 рублей стоит. Поэтому, когда я бываю в ленте, я постоянно беру эти кондиционеры. Меня они устраивают. Далее, из фикс-прайса вот такой пятновый водитель. Написано, отбеливатель и пятновый водитель. 400 грамм. За 50 рублей, я считаю, вполне достойный продукт. Ну, конечно, слишком застарелые пятна он не выведет. Ну, так добавлять стирку, чтобы удалять то, что есть. Свежие пятна какие-то. Здесь написано для льна, хлопка и вискозы. Вполне подходит. Кстати, вот вчера пошла, хотела еще купить. Но почему-то не было вообще ни одного. Не знаю, есть еще в розовых баночках точно такое же, чем они отличаются. Но понятия не имею. Мне кажется, скорее всего, они одинаковые. Потому что надписи все одни и те же были. Так, дальше домашнее крем-мыло. Это тоже из фикс-прайса карамельные апельсины. Для тех, кто любит готовить. Это кухонное мыло. Сначала я когда его понюхала, я хотела его использовать как гель для душа, но потом прочитала, что это именно кухонное мыло, которое устраняет запахи. Оно было такого цвета розово-оранжевого. Очень красивое. Очень вкусный запах. Вообще суперский. Единственное, что неудобно. Ну, вот просто без дозатора здесь, без помпы. Не очень удобно пользоваться. Поэтому можно переливать. А так, в общем-то, нормальное мыло. И я уже видела в больших баночках такое мыло. Но, кстати, это стоило 50 рублей. А в большой банке я уже видела по-моему, рублей за 40. Даже чуть ли не литровый. Вот в нашем новом магазине Марафет. Так, дальше. Закончился вот такой шампунь от Ультра Дум. Питание и гладкость. Маслами какао и кокоса. Это для сухих и непослушных волос. Ну, я, в общем-то, никогда не покупала раньше для сухих волос. Всегда покупала для жирных. Тут была еще половина объема в подарок. И увидев желтый ценник 109 рублей на эту бутылку за 400 миллилитров, я схватила, даже не посмотрев, для каких он там волос. Ну, какао, кокос, все вкусное. Ну, в общем-то, шампунь мне понравился. Единственное, что он это жидковатый. Я вот люблю, чтобы погуще было. Но, очень хорошо увлажнял волосы. И я даже поняла, что для сухих волос мне подходит больше шампуни. Потому что, ну, жирные они только у корней, а так, все-таки, по длине они сухие. Поэтому, наверное, буду делать ставку на такие шампуни. Следующий это был бальзам из Фикс Прайса, тоже кондиционер для волос. В общем, написано тут много всего. Все он делает, там и насыщает, и увлажняет супер-пупер, но на деле это оказалось, полное фуфло, можно так сказать, вообще никакой. Во-первых, он очень жидкий. Во-вторых, как сказать, он вообще ничего не делает абсолютно, не разглаживает. После него не расчесать волосы, ничего. Полное ничтожество, можно так сказать. В общем, чтобы хоть как-то там волосы прочесать, я его вот прям полную ладошку, даже иногда второй раз приходилось наливать, вот его прям много-много, чтобы хоть что-то там волосы впиталось, чтобы хотя бы расчесать можно было после шампуня. В общем, полный кошмар. Короче, покупать я это больше, естественно, не буду. Вообще, я разочаровалась в фикс-прайсовских шампунях, бальзамах, потому что они вообще никакие. Я считаю, это пустой тратой денег. Лучше даже в два раза переплатить, но зато какой-то эффект будет. Следующее, это тоже из фикс-прайса гель-скраб для лица и тела от Bioflora. Здесь 360 грамм абрикос и спелая дыня. Ну, пах вкусненько. Вот такой вот он был оранжевый с крупными скрабинками. Скрабинки такие, как сказать, синтетические, не то, что там косточки какие-то. Вот. Ну, для лица и тела. Для лица его, конечно, побоялась использовать, потому что очень жесткие скрабинки и зачем мне травмировать кожу. Ну, а для тела он, в принципе, хорошо подошел. Нормальный скраб. Одно, может быть, из немногих средств из фикс-прайса, которые, ну, более-менее хорошие. Ну, за 50 рублей, я считаю, вполне. Так, дальше закончился уже у меня недавняя новинка от Фаберлик. От, ну, кремовый, в общем, ген для душа увлажняющий. Это был у меня с кокосовым молочком. У меня новинки не залеживаются в запасах. Я их стараюсь сразу использовать, потому что очень хочется, что-то новенькое попробовать. Вот, гель 250 миллилитров. Ну, сам по себе гель, конечно, хороший, хорошо мылится и пенится, но мне вот не очень понравился запах вот этого кокоса. Какой-то для меня не очень вкусный оказался. Вот, еще миндальный стоит, скоро открою, наверное. Ну, в принципе, нормальный гель. Повторять, наверное, буду, но уже с каким-нибудь другим вкусом. Дальше было такие вот духи для ванны от Эко-Волд. Это у меня греческий амулет. Это вот тоже из нового дешевого магазина дискаунтера. Марафет у нас пооткрывались. Здесь 250 миллилитров. Ну, в общем, это пена для ванны. Как оказалось, сделана вот так вот под бутылочку из-под оливкового масла. Как будто бы пробка тут немножко наклеена. В общем, с первого раза я вообще не поняла, что это такое. Но потом, потому что оно и не пенилось, и ничем не пахло. И я вообще не поняла, в чем смысл этого средства. в следующий раз я его просто побольше налила в ванну, и в принципе пена была хорошая. Так, здесь у нас 250 миллилитров. Единственное, запах какой-то непонятный. Вот каким-то пахнет каким-то одеколоном времен СССР. Я не знаю, что-то такое. Ну, не очень такой запах. Ну, я посмотрела, там вроде бы как еще с другими есть. Что-то там с Францией связано, с Египтом, может быть. Ну, как-то в магазине тоже понюхала, один открыла. Тоже странные какие-то в общем запахи у них. Ну, повторять скорее всего не буду. Стоил он 65 рублей. Пены есть и получше, и в Эйвен, например. Поэтому, ну, попробовала и попробовала. И хватит. На этом остановимся, так скажем. Так, следующая это у меня маска от Эйвен Нейчерлс с витаминным комплексом грейпфрукт и маракуйя. Очень классная маска, 125 миллилитров. Запах вообще просто обалденный. Вот такая вот она немножко как желеобразная, оранжевенькая такая. Запах вообще классный. ее скорее всего рано или поздно наверное повторю. Но в общем-то как маска конечно она слабовата. И я ее решила использовать как бальзам для волос. Начала ей пользоваться каждый день и увидела, что она имеет все-таки накопительный эффект. Что каждый день ей лучше не пользоваться, потому что начинают быстро грязниться волосы. Это все-таки не бальзам. не для этого рассчитано. вот как легкую масочку для волос вполне она мне понравилась и очень классный аромат. Поэтому наверное все-таки когда-нибудь я ее повторю. Вот так теперь мужские средства. Гель для душа закончился от Palma Leaf. Наконец-то ядрено-зеленого цвета такой 250 миллилитров. Мне очень нравился запах. Я им даже иногда сама пользовалась. Уже домывала, потому что стоял-стоял. Не знаю, муж редко пользуется гелями. Сын его пользовался. тоже долго. Наконец-то я его добила сама, можно сказать. Так, вот сюда будем ставить. пена. Это гель для бритья от Avon тоже 200 миллилитров. Очень классный гель, очень экономный. Мы пользуемся им всей семьей, можно сказать, и хватает его на несколько месяцев. Вообще, у меня муж, мужу он очень нравится, он не хочет никакими пенами пользоваться. все время меня просит заказать ему вот этот гель. Я сама заказываю, поэтому единственное, что цена у него не очень дешевая, но можно какую-нибудь хорошую скидку подкараулить и в принципе. Следующая тоже из этой же серии закончился бальзам после бритья. Добивала уже сама, ноги мазала после депиляции, потому что уже смотрю, там срок годности начинает подходить и муж тоже видать редко пользуется как-то, не знаю, ничего он не любит косметического у меня, кроме шампуня и мыла кускового, поэтому вот добивала все сама. Здесь 100 миллилитров, ну не знаю как ему, мне вот понравился, хороший такой охлаждающий эффект дает, увлажняет, кожу, поэтому даже для ног отлично подошло, не то, что там для лица, и дезодорант Акс, наверное, знаете, да, вот так открывается, здесь у нас 150 миллилитров, Аполло тоже в общем закончился и слава богу, не знаю, по мне так ужасный запах уж слишком термоядерный, очень долго держится, например, в ванной комнате после того, как его, ну, им попользовались, я бы больше не купила, это тоже сын мужа пользовался, поэтому наконец-то все это закончилось, и в общем вот, все, буду заканчивать с первой частью, сейчас приступлю ко второй, потому что я сама не люблю долгие ролики смотреть, и это занимает много времени, а так в общем разделю, чтобы было поменьше, ну, ладно, всем пока, тогда увидимся во второй части.